С нами сейчас на связи с Херсоном Алексей Валерьевич Журавко, депутат Верховной Рады Украины 5-6 созывов. Он как раз находится там. И несколько дней назад, я думаю, многие видели очень трогательные кадры, когда Алексей Валерьевич возлагал цветы к вновь зажженному вечному огню у памятника погибшим в Великой Отечественной войне. Алексей Валерьевич, ну вот что сейчас чувствуют жители Херсона, да, и, ну, конечно, что вы чувствуете, когда вас обстреливают, казалось бы, свои, да, украинская власть? Ну, во-первых, я хочу сказать огромное спасибо всему российскому народу и российским солдатам, что я вернулся спустя почти 8 лет на свою родину и смог возложить цветы к вечному огню. Для меня это счастье, слезы. Это Великая Отечественная война и память моя. Меня в детском доме воспитывали ветераны Великой Отечественной войны. И большая часть – это настоящие герои. Я с гордостью приехал в Херсон и надеюсь, что мы каждый год будем праздновать этот Великий День Победы. Я знаю, что у нас еще один появился Великий День Победы. Это освобождение Херсона от самых настоящих упырей, нацистов, фашистов, которые принесли на мою малую родину горе, человеческую трагедию и гибель народа. Низкий поклон всем матерям и отцам. Лично от себя, хочу сказать. И от большинства... Да. Продолжайте. Проблемы со связью, но проблемы у нас, к сожалению, сейчас со связью везде на линии соприкосновения. Будем ждать, когда связь наладится, но я думаю, она уже наладилась. Алексей Львович, слушаем вас. Да, есть связь. Ну, хочу вам сказать, что Херсон продолжает украинская власть, так называемая в кавычках, обстреливать. Ведут, конечно, себя беспредельно и как террористы. Я прожил недалеко, считаю, от линии фронта. Пускают и точки У, и снаряды. Конечно, люди напуганные. Тем беспределом, который творит украинская власть. Я не признаю эту власть вообще. Я считаю, что это военные преступники. Терроризируют они Херсонскую область не только, будем говорить, обстрелами, но и своими фейками. Каждый день приходят фейки, допустим, там, что скоро херсонцев будут призывать в армию и отправлять на фронт. Это совсем не так. Да, отток населения идет, потому что мирное население боится все-таки. Все хотят жить, назовем так. В данный момент в Херсонской области приходит успокоение. Мир потихоньку приходит. Назовем так. Все делают для того, чтобы все-таки в Херсоне было меньше националистов. Таких банформирований в лице украинской власти. Ну, ситуация стабилизируется. Единственное, что идут вот такие обстрелы. Как настроение, как настроение мирного населения Херсона, вообще жителей, чем живет город? Ну, я вам хочу сказать, проблем хватает в городе. Я, как бывший народный депутат, ужаснулся от того, что я увидел в Херсонской области и в Херсоне. На войну деньги нашли. А вот на сохранение и улучшение качества жизни Херсонской области и Херсона и строительство и развитие инфраструктуры социальной не нашли. Чем город занят? Жизнью, назовем так. Гуманитарную помощь уже получают. Меньше горлопанов стали, которые сегодня провоцируют на них хорошие действия, назовем так, на провокации. Меньше их стало намного. Хочу вам сказать, что после того, как оковы, гетто уничтожены, назовем так, фактически Херсон освободили вот этого нацизма, у людей приходит прозрение. Что натворили и что на самом деле происходило? Ну, будем говорить так, большая часть нормального, грамотного населения смотрит все-таки в сторону России. Этот беспредел, который творился в Херсонской области, он уже всем надоел. Поверьте мне. Да, мы охотно вам верим. Охотно вам верим. Действительно. Восстанавливаются памятники советскому солдату. Уборка идет. Нормальные чиновники начинают проходить, которые понимают, что такое хозяйство и так далее. Так что я думаю, что в скором будущем Херсон будут все знать. И у нас все получится. Вот так я думаю. Ну, Херсон на самом деле и так все знают. Мы даже представляли нашей программе ваше новое руководство и губернатора, и мэра. И постоянно рассказываем о жизни в Херсонской области. Ну, это действительно так. Украинская власть находила деньги, находит деньги на войну, но не на развитие. И сейчас, конечно, будем ждать вот этого рывка развития. И все должны быть уверены, что возвращение к старому и к старой власти, к нынешней киевской власти, уже, конечно, быть просто не может. И этого никто не позволит, в том числе, я уверен, даже и жители самого Херсона. Продолжение следует...